всем привет с вами марс гинтер мы продолжаем играть hard west в предыдущей серии мы закончили предпоследнюю сюжетную главу и начали новую и в общем-то успели мы уже в новой сюжетной главе повоевать со всякими там демонами и служителями демонических культов за бачу ворона он благополучно отбился причем там у него оставалось вообще супер дупер мало жизней но мы справились с задачей и теперь нам нужно собрать трех крутых бойцов чтобы с помощью них урон смог отправиться в чистилище вернуть свою суженую реальную так отправить в военный лагерь и наймите джефферсона бернса могилу матфея дальше на могилу матфейской могилу евангелиста матфея вы прибыли на место погребения говорили что она принадлежит одному из четырех евангелистов банды четырех братьев марка матфея луки и иоанна на могиле сидела высокая одетая красная фигура она представилась гранд инквизитором сервантесом знакомая личность очень даже он сказал вам что на могиле каждого брата была написана часть их истории если прочитать всю историю в правильном порядке можно узнать где находится тайник банды вы спросили сервантеса что ему там нужно он сказал что его прислал ваш общий знакомый чтобы помочь вам в вашем непростом деле сервантес заверил что хорошо обращается с пистолетом и может располагать к себе людей он заявил что если вам нужны его услуги он вашем распоряжении на решать надо уже сейчас давайте примем его в команду все таки мы пока что в одиночку вы смотрели на могилу матфея если почему под влиянием усиления отсутствующие у кого-то не палит странно так вы были готовы прочитать историю целиком и прочитали надпись марк был самым старшим и другие всегда выполняли его приказы но иван задавил душе недовольство когда они наконец выслили доктора в масках виновных доктор в масках виновных в бедствиях но не он не выполнил приказа старшего обеспечить прикрытие без защиты брата матфей был сражен пулями его похоронили здесь так значит марк был самым старшим дайкать там перестрелка такая только одна магия окей а вот еще три так давайте сначала то интересно единственным что указывало на захоронение в этой куче красного песчаника была тяжелая табличка с надписью вы прочитали надпись братьях не было согласия марк винил иоанна и он винил марка лука всегда омиривший их был не в силах что-то сделать страсти накаляли до тех пор пока иоанн не достал оружия и упал еще один брат на этот раз от руки своего же брата так вышел конец евангелистом это последнее по-любому значит иоанн последний так хорошо марка могила марка была почти разрушена силами природы надпись сохранилась неплохо катафалк не нес в далекие земли останки погибших вместо этого нем находились живые части тела жизнь которых поддерживалась электричеством и таинственной мази марк твердо решил что то это сделал должен заплатить за все иоанн и матвей не согласились с ним впервые братья разошлись во мнениях так значит тут какие-то там куски тела это что марк решил очень наказать человек который такой совершил хорошо что здесь могилу луки была украшена кодуцием символ медицины иоанн бродил в одиночестве без рода и без цели наконец встав от того что враги постоянно превосходят его он решил что продолжать больше нет смысла он собирался покончить своей жалкой жизнью когда вернулся лука твердо намеревался заплатить пищи намеренный заплатить по счетам он нашел зацепки которые вели к докторам в масках и пора было атаковать значит так что мы имеем это явно конец иоанна это продолжение до там где упоминается про докторов про докторов впервые упоминалось вот тут вот в матфейской могиле давайте сначала еще раз почитаем могилу матфея старшему приказу на это и выше недовольца когда не конец высадить торгов масках виновных так понятно значит наконец высадили тут про телегу это первое это скорее всего вторая то что марк был самым старшим и там же марк фигурировал в первый самый могилу киева вошел так и он бродил и нощите без рода и бесцельно конец встав от того что они постоянно проходит он решил так а вот это что такое торгует судьбой да отвечает значит так там атаковать выйти нельзя уже иван-то конец марк так а вот это первое это какая так а первыми как вы сделали марковскую да так 1 марка по-любому потому что там правит потом вторая так значит сначала идет марк потом лука потом матфей и потом иван марк лука матфей иван марк лука матфей иван да блин какого хрена что-то я не понимаю так тут значит про этот катафалк так вот тут написано еще одного брата сразили то и должна предупреждать предыдущая попал еще один брат вот или возможно смотрите это первая марк потом матфей матфей марк матфей иван и потом лука ну-ка давайте попробуем марк так можно вообще не выходить никуда это блин букву складывались слова слова в предложении так вы узнали местонахождение тайника четырех евангелистов шикарно еще получили дофига карт хорошо простая непомеченная могила подпадала под описание направления расшифрованное с надписей на могилах евангелистов ваши долгие раскопки увенчались успеха вы нашли немалые богатства принижается куэш медида глушающий бомбы прикольно так у торговца с судьбой однорукий бандит давайте посмотрим что такое за однорукий бандит лагерь был почти заброшен нем осталось лишь пара часов часовых бёрнса нигде не было видно блин бандит открыто приближающийся к лагерю гарантированно был бы атакован вы могли устранить врагов по одному но тогда скорее всего меньше узнали бы о том где находится бёрнс так он прекрасно раз мимо крайне показалось не легко вы увидели как сержант беседы с подчиненным и смогли послушать их разговор судя по всему бернс возглавлял атаку на ближайшую индейскую деревню украли много провианты таком выбрались излагать так и сделаем так торгует судьбой и моим не туда пошли я хочу к торговцу узнать чуть за однорукий бандит такой вот сюда ух ни хрена себе берем 8 урон офигеть шик просто так а чё у нас товарища от этого так окей осталось 35 золотых у нас но так как мы купили пистолет можно продать что-то 40 пистолет на 6 зарядные потому что он нам уже ни хрена не нужен верно верно в принципе можно и продать только тут урон ты он 6 какой не прицеливание непонятно да ну давайте продадим наверно вот это вот и купим вот это вот блин нужно было денег факт ну ладно ступил я в общем нужно было денег то именно чтобы они тоже скинули ну ладно там не такие большие деньги в принципе заметный за многомель шлейф дыма привел вас к месту усмирения древняя лежала деревню господи чё я вообще произошло ты умеешь деревня лежал в развалинах туда и там валялись части тел садата не пощадили даже женщин и детей вы заметили одинокую обмякшую фигуру лежащую на камне вы подошли к ней это был джеверсон бёрдс серванто сплюнула на его труп заявив что трус наверняка лишил себя жизни потому что не мог смириться с резнёй вы подобрали пистолет лежащую трупу и жестом просили инквизитора удалиться в конце концов у вас и так уже был ваш первый спутник следующий будут известны срок рэнди карли получен взмет моряцкий кольт душ агент генри перс глава местной преступности будете знать где их искать так идем к он там могу ошеломляющий дом необъяснимого и странного ваш отряд наткнулся на цирковой купол неудачно поставлены посреди пустоши приблизившись вы увидели что его окружают вооруженные люди в клоунском гриме вывеска на куполе гласила ошеломляющий дом необъяснимого и странного по своим прошлым странствам вы узнали трупу мистиков аль гретто их предводитель маг аль гретто был увесен тем что заставлял исчезать без следа вещи и людей своим посетителям дом предлагал большое бро дешевых развлечений мы зашли чтобы посмотреть на представление давайте зайдем вы посмотрели выступление квартета воздушных акробатов братьев бискоту бискоту биской то под куполом цирка виктор паула алекс и рафаэль исполняли невероятные трюки вы знали что падение с такой стык бьет кого угодно но представление закончилось без эксцессов в конце его было выполнено а в конце этого представления очень было бы невероятное сальто мартала сорвавшая стоячий овации вы посмотрите еще одну может быть в этом есть какой-то бонус в итоге x night josh и джейми харрис исполняют трюк сметанием ножей женщина была покрыта множеством шрамов а x night josh недосчитывался пальцев рука джоша при этом не потеряла меткости несмотря на его очевидную привязанность к крепкому спиртному тяганка гадалка подсказала судьбу по ладони согласно вывеске звали ее дачи она в ваду во прорицательнице как только вы подошли она в ужасе уставилась на вас затем закричала хулиган не трогала я их к размаху захлопнула свое окошко и пустилась прочь falgrim техномаг был джентльменом в целину представляющим представляющим публике свой вечный двигатель в нем шарбит конечно путешествовал по вабиринту из воронок отверстий колес и шестерен двигаясь по всей видимости от создаваемой им же энергии техномаг готов был продать его любому готовому заплатить запрошенную астрономическую сумму вас отнюдь натяну воспользоваться его щедрым приложением так ну все дороже пойдемте уже на встречу с многому что-то в день не сядем высокий сухопарный человек представился как шон вермиллион он сказал что маг ждет вас и предложил вам выпить за счет заведения на подносе стоял стакан с холодной желтоватой жидкостью вермиллион выжидающий гляден на вас после долг кроме вы залпом опрокинули вы отстранили от себя по дну сказал что лучше выпейте тогда когда будет сделано свое дело давайте вот это вот выберем сделано дело вермиллион он провел вас по темным коридорам увешанным разноцветными цирковыми плакатами наконец прошли через дворчатую дверь и попали в абсолютную тьму вермиллиона нигде не было вы пытались разглядеть что находится в темной комнате затем с тяжелым железным стуком загорелся прожектор в его луче стояла высокая фигура облаченная какой-то плащ вы двинулись к фигуре положив руку на рукоять пистолет вас ослепила внезапная вспышка света вы обо что-то споткнулись затем после удар твердым приемом по затылку все потемнело вы проснулись от того что в лицо вам выплеснули ведро холодной воды и вы были связаны лежали на полу большой комнаты с парящими воздухе сферами холодного синего цвета света двами стоял невысокий и лысый человек длинном плаще и странных очках за ним был шон вермлин человек представился к маг альгретто и объявил что у него к вам дело он спросил может ли вам подобное объяснение ли можно сразу прийти к сути вы скажете что подобное объяснение даст вам больше времени что выбрать для него свет вы скажете что ему вряд ли это и возможно нас анатомически лучше решить акт любви с самим собой ну давайте выберем первый вариант мак улыбнулся и вас что ему не пришлось бы пробегать насилие если бы вы просто приняли вежливо приложен предложенных им на приложенный напиток он сказал что знает кто вы кого ищите также он заметил что он следует оставить свои попытки мак считал хардин своей собственности и сказал что тот задач он там где ему и место персенс же ответил макс совсем другое дело генри говард персенс служил в основном в основном подразделении пингертона на несколько лет его службу прошли впустую маг заверил вас что персенс безуменно все же завораживает его особенно своей одержимостью частями определенного метеорита который тот разыскивает очевидно какие законы никакая элементарная порядочность не могли помешать ему собирать эти фрагменты он был коллекционером до мозга костей следовательно продолжу маг если вам надо связаться с персенсом следует найти часть метеорита и вам повезло пройдя через земную атмосферу метеорит оставил хвост своих обломков именно здесь вам остается лишь собрать часть этих обломков любым способом какой вы сочетете приемлемым четырех обломков должно хватить чтобы привлечь внимание странного человека и заставить его выйти из тени заметил маг сказав это он кивком приказал своим людям увезти вас по пути наружу вас похлопал плечу странный малый он сказал что-то насчет того что узнает ценителя затем впился зубами вашу плоть вы толкнули его и он быстро ушел прикоснувшись рукой к шляпе весь оставшийся день ворота у вас было странное послевкусие вот так соберите части метеорита ближайших районах новите рэнди хардина давайте начнем этот фрагон лекли там тут видимо тухил куда можно будет купить но у нас в принципе все есть так марецкий кольт 55 дальность малая что есть у этого товарища во первых можно стрелять два раза но хотя марецкий кольт принципе такая плохая пушка если у кого-то из за наших спутников в будущем будет что-то хуже можно будет ладно то не будем ничего просто уходим отсюда и идем искать осколки вакера никогда никогда это был предстающий город сейчас от него остался алин лишь бар вакера которым заправлял бывший мэр маршал тот мэйби казалось что на этой забытой дороге продавала здесь лишь табака выпивка вы зашли на обширный двор бар баре собралось сомнительного вида пестрое сообщество из фермеров корбоев и разных забулдык вы ознакомились с ассортиментом вы ознакомились со списком должников бару были должны деньги следующие завсегдаты не похоже что они подписались настоящими именами ваша прелесть зим джейк джеймс в общем таком все духе понятно так вы ознакомились с ассортиментом магазине бронебойные патроны и так себе осколка нету так идем дальше бордель мы прибыли хорошо содержащиеся поместье стоящие нескольких больших бунгало и везде освещенные красным светом беспутное заведение и эммы бай бай был известен своей охраны охраняли его те самые женщины которые работали с клиентами лишь глупец стал бы у них у них на пути пошли в главный зал и пошли в главный зал пойдем в этой серии много текста я уже что-то буду стал читать на самом деле ну ладно бордель был большой постройкой в баре ошивались ошивалась грубка стрелков кухни за прилавками вела в открытый двор но идти туда вам было запрещено вам разрешено было идти в зал где женщины смотрели на вас с недоверием изо всех сил стараясь при этом выглядеть соблазнительно эммы бай бай владельца заведения оставалось своим в своем кабинете вы вернулись в бар баре было почти также оживлено как и в отдельных комнатах женщины выполняли роль вышибал и официанток вы заметили компанию вакера сидящую вокруг столика если на рываться андракут от этих ребят можно зренно хлопотать кроме них зале были в основном старый рейн ранчеры коротавшие время за картами вы вы поставили всем по стаканчику чтобы разрядить обстановку и не вмешивать и не вмешивать других людей драку вы спросили бармен шелк говорит ли что-нибудь имя рэнди хардин давайте судя по тому какую гримасу прочего девушка ваш вопрос попал в точку она оказала на здание напротив усадьбы и сказал что хардин находится там взят под арест по приказу самого мага причина чего не было понятно никому поскольку хардин годами служил в помощниках у мага девушка притянула вас к себе и заметил что по ее мнению все дело в том что кардин стал лишь больной бледной копией бывшего себя и больше не годился для настоящей работы она сказала что если вам надо с ним повидаться следует поговорить с мадам бай бай жарко дыша вам шея девушка спросил не нужно ли вам что нибудь еще так на стаканчику не будем ставить уж нас не лежат так это нафиг так напротив чего там хардин то ну ладно давайте пока дальше пойдем по порядку прям вы попали в местность изобилующую карстовыми воронками и грязевыми ямами она служила чем-то вроде кладбища гробам давали попросту утонуть в трясине очень экономично ваше размышление прервал вид высокой фигуры расхаживающий взад влет по некрополю в утреннем тумане и среди окружающего сюрреалистичного ландшафта человек оказался почти что призраком он ловил во все черное и нес собой лопату чем проходил на гробовщика если слухи о ведущийся на вас охоте не врали человек мог быть опасен вы решили сразить его издалека и вы пытались знать кто он такой не пытались знать может наш батя вежливо приветствия человека стала бойным радостным как только он понял с кем умеет дело его звали шейн картер холмс он узнал вас по охоте на человека в маске ваша бойня силами одного человека это он не называл принесла ему немалый барыш он искал вас уже много недель чтобы выразить свою благодарность он уручил вам несколько полезных вещей в том числе деньги кусок метеорита отлично кусок метеорита ваши руки нагрелся расплавился и впитался вам в кожу и почувствовали что стали сильнее но поняли если вы хотите собрать достаточно фрагментов чтобы персенс вышел из укрытия надо перестать поглощать их но там тут видимо всего никого ли был все также грязен и мрачен как и в прошлый раз вы посмотрели на памятную доску памятная доска с перечнем тех кого затянуло в трясину медленно гнила на сыром воздухе из всех имен на ней вы смогли прочесть ли следующие пак хонтас джон пока хонтс джон доу дженсен раш ник роджерс эндю бродяга рожден 83 вы ушли возможно пока что потом мы можем что-то там появится орхидеевый дом как могут их локации интересно в этом неприметном раньше в далеке от большой дороги действовал черный рынок на котором исходила самая разная контрабанда вы спросили про кусок метеорита услышав ваш необычный вопрос торговец юха аккерман оживился он читал камушек своим счастливым талисманом не желал расставаться с ним кроме как повысив для вас цену на остальные свои товары чтобы возместить потерь вы согласились на условия обдумываешь положить нет нас денег а так ах нет варишься почему тут покупать то господи 20 12 зарядник нет давайте все принимаем предложение пускай гонит сок юха аккерман вручила метеорит и напомню что отныне будет торговать своим по завышенным ценам ради бога юрий вы получили еще один кусок метеорита проглотив его вы могли стать еще сильнее оставив его себе получить возможность обзавестись новым компаньоном вы решили оставить его себе конечно же так еще три чуром фургон лекаря предложит а уже аптека вышли на нелегальные шахты вы пришли на участок гороскопа где группа рабов гнула спины в узких норах гробах под землей добывая серебро вряд ли эти шахты были разрешены властями ходили случай что у мистера брека одного из владельца была коллекция рагоценных камней и жемчужиной до коллекции был кусок метеорита вы предложили старателям 50 баксов за метеорит вы пригрозили расплатой давайте предложим 50 баксов коллекционер не желал расставаться с камнем но боялся что в случае отказа вы заберете его силам предложил вам 100 за возможность оставить камень себе то есть он нам еще и доплатил или как даже нет как-то боли время согласился я думал блин стоит как бы предложил что мы ему дадим черт скажем не рохас в вонь от дубильных веществ стоял удушающая него но говорили что у кожевника есть часть метеорита и поэтому вы вышли пошли дальше так кстати вот немножко когда вы рассказали кожевнику о цели визита он пожал плечами раньше он использовал кусок метеорита для ускорения дубления но теперь он нашел надежный источник дубильных веществ и метеорит ему был больше не нужен но к сожалению для вас кусок метеорита покоился на дне чана полного и до этих веществ если вас хватало смелости вы могли просто попробовать достать его вычеркнулись в роли самостоятельно достать вы поручили серванцу это сделать вы хотели сперва давать серванцы тварь я еще и не знаю может быть мы еще пожалеем шоу нашей команде ваш спутник начал искать в чане осколок метеорита но это у него на это у него ушло некоторое время когда осколок наконец-то нашел нашелся рука спутника была сильно обжина ему требовалось помощь врача вы получили еще один кусок метеорита поглотив его так вы решили оставить его себе еще два надеюсь мы его соберем все-таки на то и вот если вот факт если вот тот был одним из четырех вы плохо следы пумы дикая земля принадлежала индейцам если слухи не врали там жил могучный индейский мистик способный принимать обличие пумы говорили что он владеет одним из фрагментов метеорита вы поискали следы много часов спустя когда вы были уже готовы сдаться вы заметили пуму зверь ничем не выделялся если не связанными к нему камнем вы всадили звери пулю между глазами почему тут зверя если не зверя медведь пума уклонился от выстрел бросить снова сбив на землю сцепившись с ней вы катались по земле восконах холма отчаянно пытаясь дотянуться до ножа в сапоге наконец-то застали нож и всадили его звери между ребер схватки получили тяжелый ран но зато кусок метеорита был ваш так один кусок остался я думаю в церкви надеюсь местная церковь использовал кусок метеорита как главное украшение чаши для причастия викарий саймон сэмс которого местные уважительно звали еписк по мне пожелал расставаться с камнем сервант из отвел сэмса в сторонку и объяснил что чаша нужна вам для очень важного дела викарий поёжился но отдал чашу без дальнейших возражений видите эти полосы где-то и вы получили еще один кусок метеорита платьев его так мы оставили его себе у вас были все нужные вам фрагменты метеорита выращаясь на большую дорогу вы видели как с противоположной стороны к вам приближается один из агентов мага это был мигель почова прозвищу l r мос и и блин после работы уже не может такое уставший эль эрмоса он сказал что если у вас точно фрагментов он идет вас к персенс вы рассказали ему что случилось с фрагментами я же их сохранил отчего был ярость ведьмак сказала сохранить фрагментами это в целости он достал оружие но ваши спутники были на страже а вот чего упал на замертво нашпигованной пулями фармане вы нашли указание от мага в них проводились точное местоположение сердца отлично так персенсу я думаю пойдем уже в следующий стиль единственным сейчас может быть подлечился бы потому что потому что вы сами знаете почему развлечением так шикарно вам нужно было за что быть раны так и рванцы подлечим все шикарно все на этом собственно давайте закончим завтра пойдем за вторым компаньоном нашей команды вот на этом все оставляйте комментарии всем понравилось данное видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал на ю тубе также вступайте группу вконтакте и зовите своих друзей с вами был макс гинтер всем пока